У нас представляем вам первых выступающих. Это Василиса Бобицкая и Виталий Васинович с выступлением о событиях гиг-пикника от организатора «Как вернуться живым». И мы начинаем. Здравствуйте всем. Всем привет. Поднимите руки те, кто знает, что такое гиг-пикник. Поднимите руки те, кто там был в этом году. Фух, как будто бы полегчало, но на самом деле нет. Давайте мы для начала представимся, чтобы не было... Я сегодня буду отделять мух от котлет. Меня зовут Виталий Васинович, я из Санкт-Петербурга, руковожу научно-процессистическим проектом «Зануда», популяризирую академическую психологию. И в этом году, не знаю, то ли повезло, то ли не повезло, стал куратором зоны наука в Санкт-Петербурге. Ты можешь за себя. Да, я Василия Сибобицкая, научный журналист, руководитель проекта «Красивая наука», куратор части магистрской программы научной коммуникации «ИТМО». Ну, в общем... И тоже непонятно, то ли повезло, то ли не повезло, но в этом году курировала зону наука «Москва». И его туда же позвала, ну, в смысле, только в Петербург. Да, значит, с гиг-пикником 2016 года связано какое-то, ну, довольно большое количество... Скандалов. Скажем так. Которые попали на, в общем, ну, и в федеральные какие-то СМИ, и в СМИ масштаба миллионников. И, в общем, надо как-то объясниться, что, собственно, произошло. Давайте начнем с информационной справки. Кто никогда не был на гиг-пикнике, пожалуйста, поднимите руки. Прекрасно, чем пришли. Итак, гиг-пикник — это один из самых крупнейших в России научно-популярных фестивалях. Он собирает, действительно, десятки тысяч людей и привозит лекторов уровня Докинса. И, в общем, я думаю, что по таким лекторам тут вам будет рассказывать больше дарик. Крауса. Да, но факт в том, что, по сути, это пока единственный научно-популярный фестиваль, кроме фестиваля науки МГУ, который привозит ученых международного масштаба и при этом окупается. То есть он не... Это, в общем, не дотационная экономическая модель. Коммерчески успешный фестиваль. Значит, до два города. Значит, происходит... Какого-то 17-го было июня в Москве, неделю спустя в Санкт-Петербург. Гиг-пикник организовывается. Вот сейчас Георгий Соколов рассказывал, что есть два человека, которые организовывают ученые против мифов. По сути, гиг-пикник организовывается тремя людьми. Значит, немножко иерархическая структура, чтобы все были в некотором дискурсе. Кто не знает, кто такой Николай Горелый? Спасибо. Значит, есть генеральный директор компании Экспонента. Его зовут Николай Горелый. Компания Экспонента занимается организацией мероприятий, в частности, гиг-пикник. Гиг-пикник бренд принадлежит им. Есть продюсер мероприятий. Неважно, как его зовут. Она есть, она замечательная, поверьте мне. Есть продюсер мероприятий. Она занимается сложными переговорами, набором команды и так далее. Под продюсером находится программный директор. Программный директор занимается набором кураторов зоны. Значит, на гиг-пикнике есть четыре зоны. Зона наука, зона технологии, зона искусств и зона пикника. Ну, такая общая зона полного замеса, то, что называется. Итого, генеральный, продюсер, программный директор. Дальше под программным находятся кураторы зон. Обычно это люди внешние, то есть их, ну, как бы заказывают, грубо говоря, их находят, с ними собеседуются, говорят, вот вам надо организовать зону науки, не могли бы вы это сделать. Я, кстати, как и большинство из вас на киг-пикнике никогда не был до этого. Да, и надо еще понимать, что есть коммерческая составляющая проекта. То есть сейчас мы говорим про некое содержание, да, это лекторы. Что из себя представляет содержание? Это лекторы и зона экспо. Зона экспо – это когда у нас есть огромное количество интерактивных всяких, желательно интерактивных экспонатов, с которыми можно провзаимодействовать. С лектори, ну, в общем, думаю, что здесь не надо ничего объяснять. Ну, не, можно сказать, что выступает, по-моему, 13 лекторов за два дня. Да, но самое главное, моя мысль заключается в том, что есть довольно отделенные друг от друга отделы, извините за тавтологию, это коммерческий отдел, да, это люди, которые стоят и что-то продают и предлагают какие-то свои услуги, они платят, ну, немалые деньги к киг-пикнику для того, чтобы встать на киг-пикник. Есть содержательная составляющая, и это, ну, финансово разделенные какие-то вещи. Но мы сейчас дойдем, почему это важно. Начнем, может быть, со скандалов, немножко закончим занудную часть, начнем со скандалов. Зануда предлагает закончить занудную часть, ну, давай. А передохнуть от нее, хорошее чувство. Значит, смотрите, почему гиг-пикник, сегодня, например, мы про это будем рассказывать, почему он стал таким популярным за последнее время, почему, например, нам об этом рассказывать, это риски и перед организаторами, которые нас наняли на работу, и перед вами, потому что вы будете смотреть и говорить, а, это те чуваки, которые организовали гиг-пикник, не, мы с ними дело не будем, потому что были следующие скандалы. Ну что, начнем с Москвы? Ну, давай начнем с Москвы. Значит, так получилось. Ну, я буду сейчас рассказывать историю, как я ее видела. Значит, зона наука занимает довольно обширную площадь. Это в нашем, в этом сезоне, насколько я помню, было два шатра. Экспо, один шатер лекторий, и, значит, еще какая-то площадь с другими дополнительными. Площадь одного шатра 100 метров квадратных. Да, то есть это довольно действительно обширная территория. А рядом находится зона гиг-пи. В зону гиг-пи в основном попадали лекторы и лекции, которые, ну, их очень сложно поделить тематически на арт. Не, ну, давай сразу скандал. Давай первый. Да, ну, соответственно, в зоне гиг-пи выступил такой человек по фамилии Просвирнин. Это главный редактор и, собственно, инициатор проекта «Спутник и погром». Этот медиа-проект занимается распространением националистических идей. Ну, и выглядит, ну, мягко скажем, плохо, да. И если бы мы, наверное, жили бы в другом государстве, он бы уже, наверное, ну, как-то ответил за все то, что он делает. Тем не менее, так получилось, что я, руководя зоной, вижу слева очень знакомое и неприятно знакомое мне лицо. И мы, надо понимать, что о нем совершенно точно никто не знал до этого. То есть, ну, этот человек, который вот возник, вот он, вот он прямо сейчас здесь возникает. И маленький тонкий нюанс, маленький тонкий нюанс заключается в том, что если бы в зоне наука было бы, извините, больше стульев, он бы оказался в нашей зоне. И это то, что было не запланировано, то, о чем нас не предупредили. Просто к себе подходит организатор и говорит, слушай, 30 стульев быстро, вот сюда. Я говорю, зачем спикер? Я говорю, какой спикер? Нет 30 стульев, извините. И он, соответственно, переезжает в другую зону. История чудовищно, скандальная, потому что этот человек рассказывал, насколько я помню, про разные экономические модели СМИ. Короче, что имеется в виду? Значит, если бы приехал Бронт ТВ, они бы написали следующее. Нацисты выступают, еще 5 минут, а у нас 20 в целом на двоих. Ну, спасибо, значит, у нас 15. Нацики выступают на научно-процессиональном мероприятии. Вот так вот это могло выглядеть со стороны. Значит, про Сверин, о котором я не знал, и, наверное, многие тоже никогда не слышали, но более интеллигентная публика о нем знала, восприняли это как прямое, соответственно, репутационный ущерб. Ну, грубо говоря, он не рассказывал про национализм, а он рассказывал о том, каких сайт, который делает лонгриды об истории, истории национализма в частности, собрал деньги на БТР, которые они отправили на Донбасс. Причем эта история про БТР, эта история стала известна уже после в Фейсбуке. И, естественно, она моментально попадает на Медузу, моментально ее копирует огромное количество ресурсов. И люди, которые не понимают, что происходит внутри команды и насколько на самом деле у нас четко поделена зона ответственности, насколько один отдел, правда, очень часто не знает про то, что происходит другой отдел. Ну, как бы люди, которые этого не знают, думают, что вот да, это ты не остановила про Сверлину. Это я не остановила, конечно. Значит, это было, понятно, да, выступление националиста на научно-просительском мероприятии. Вижу вопрос, можно туда тогда поднести. И самое ужасное, что... Вот я вижу второй вопрос. Я так правильно понимаю, что как бы организаторы, которые, ну вот, верхушка, они могли прийти в любой момент и сказать, ставьте к нам, пожалуйста, в зону науки вот этого лектора. Значит, да, давай отвечу на твой вопрос чуть-чуть более, ну, в общем, как-то более... Чтобы было понятно. Да, чтобы был понятен контекст. Так, смотрите, организатор, организатор зоны гиппикника имеет доступ к таблице, которая связана с содержанием всех разделов. Ко всем. То есть я знаю все, что будет происходить в различных других зонах, кроме коммерческой. Кроме коммерческой зоны. И зоны, которые мы так очень условно, это даже по факту не зона, это люди, которые приходят по инициативе самих организаторов. Их мы не можем предугадать. Вот вверх. С ними мы не можем ничего сделать, да, к тебе просто подходит главный продюсер и говорит, ну, там, ставь стулья или делай вот это. Вот как-то, если очень кратко, то так. Знаешь, как в этот момент мыслят организаторы главные мероприятия? Для них нет понимания того, что это зона науки, это зона технологии, это зона арта. Если бы в зоне арта был бы свободный шатер в этот момент, они бы поставили его туда. Ну, нет никаких проблем. Просто зона науки находится относительно всего фестиваля на, скажем так, дальнем, ну, если там не углу, да, то она максимально отдалена от центра. Возможно, из-за этого хотели просверненную поставить именно туда, а в итоге поставили на гикми. Это еще, ну... Гикми был просто не собранный. Короче, вряд ли бы организатор бы подошел ко мне программой и сказал, уберите Дребушевского, хотим поставить какого-нибудь левого чувака, который вообще никак не связан с наукой. Ну, они бы на мое лицо посмотрели, я мило выгляжу, но никогда организовал мероприятие. Его Будникова еще посвала, чтобы он более убедительным был в этом вопросе. В целом, да, может произойти некоторое желание, но, как бы, представляете, генеральный говорит, я хочу, чтобы у меня в шатре кто-то выступал. И есть люди, принесите туда 30 стульев, они же не говорят, там, про сверенье сейчас будет выступить, быстро намутите ему лекцию. Да, то есть в случае, когда уже идет мероприятие, мы действительно не можем повлиять на... Ну, то есть максимум, что я могу сказать, извините, у меня нет реквизита, мы не можем это сделать. Да, но с точки зрения содержания, это те вещи, которые нельзя фильтровать на входе, потому что мы о них просто не знаем, ну, нам просто про них реально не говорят. Это, в общем, один аспект, который надо очень четко учитывать, если вы соглашаетесь организовывать большие научно-популярные мероприятия. Вот, потому что вы должны быть уверены в том, что люди, которые руководят всей этой историей, они, например, не позовут человека, который занимается и производит вот такой контент. Вот второй вопрос. Да, спасибо, но поскольку я был одним из людей, которые завели этот скандал, просто постом в Фейсбуке, я больше ничего этого не делал, но пост был достаточно экспрессивный, действительно. Я выступал на научной площадке, у меня как раз, ну, после, может быть, самого первого момента не осталось претензий к организаторам конкретно научной зоны, я, по-моему, про это тоже писал. Здесь, честно, по-моему, о том, что рассказывается, два момента. Первое, это реакция владельца всей этой конторы, который вместо того, чтобы тихо отползти, значит, полез в бутылку и начал скандалить, и на самом деле эту историю в значительной степени подогрел про свои реакции на нее, да? И основной хайп, значит, начался как раз после его ответов. Вот тогда этот самый БТР всплыл и вся эта прочая чудо. И второе, это действительно то, что Варя сказала, это, по-моему, крайне существенно, что в больших фестивалях вы можете делать что-то замечательно хорошее в своей зоне, но у вас нет контроля за тем, что делают люди слева и справа. И это вещь, которую надо понимать. Это так же, как там научная колонка в «Комсомольской правде». Она может быть замечательно чудесная, но она будет погружена в весь тот кошмарный контекст, который там есть кругом. Вот мы с Данилом Кузнецовым про Live News это обсуждали весной в том же. Вот. И на самом деле у «Гикпикника» в этом смысле это не первая такая история, потому что на предыдущем «Гикпикнике» в Москве мы с Сашей Панчином ходили громить какую-то тетку, которая продавала натуральную косметику, объясняла, что «ГМО» — это зло. Опять-таки мы просто ее увидели в программе и пошли, устроили там действительно скандал и ей лекцию сорвали в значительности. То есть лекцию мы не сорвали, мы услышали до конца. Мы потом начали задавать вопросы, и вы знаете, она ни грамма своей чудесной косметики не продала. Это просто вот тот урок, который, по-моему, ребята пытаются донести. Я его на всякий случай сформулировал максимально четко, как только мог. Спасибо. Что произошло дальше? Из-за того, что «Спутники погром» выступил, через неделю он фестиваль в Санкт-Петербурге, Ася Казанцева отказалась выступать на лектории, она была символически поставлена первым открывающим на «Гикпикнике». Значит, Всероссийская лаборатория отказалась тоже выступать, и поднялся, соответственно, вопрос, стоит ли мне как куратору и как человеку, я себя пацифистом не считаю, но войну тоже не могу никак одобрять, надо ли вообще за это продолжаться. То есть, может быть, реально я могу уже взорвать контракт и сказать, чуваки, из-за неадекватной реакции бизнесмена, он горелый в данном случае ответил просто как бизнесмен, в плане, что имеется в виду. Он ответил вообще никак не подумавши, и сказать, ну, наверное, людям будет интересно, как монетизировать исторический контент. Вот я и решил позвать чувака. Это, знаете, как будто, ну, я так сейчас преувеличу, поскольку стендап. Это как позвать Гитлера рассказывать про ораторское искусство. В целом, вроде как и не про то, но вроде как и про это. Ну и, соответственно, Питер и вот эта вот неделя шума появилась. Потом я написал пост, соответственно, Михаил Сергеевич там поддерживая. А Просвирин на этот пост ответил тоже колоночкой, обзывая, что там, вот там русские защитники, евреи. И он меня литовцем назвал. Я, на самом деле, неправильно просклонял мою... Я Виталий Васинович, на самом деле я латвиец, и я Виталий Васинович С, ну, так по грамматическим правилам. Он назвал меня Васинович Уз. Ну, и в этот момент какая-то обида пропала абсолютно. Я понял, что я просто дело имею с дураком каким-то. Я на дураков реально, собственно, не злюсь. Но отказы конкретные были. Второе, что произошло... Да, значит, вторая московская история довольно громкая связана с тем, что в зоне маркета, в коммерческой зоне, почему я в самом начале про это рассказывала, стояли дерматоглифы. Надо, наверное... Кто не знает, кто такие дерматоглифы? Отлично, отлично, опустите руки. А кто до московского пикника не знал, кто такие дерматоглифы? Ага, чуточку просветилась аудитория. Немножко, да, смотри-ка. Наверное, надо объяснить, что это такое. Значит, есть компания, называется она Genetic Test. И они занимаются дерматоглифкой. Дерматоглифика – это научная дисциплина, которая занимается изучением фактически ладони. Если там условно астрология стала приличной астрономией, то условная хиромантия стала приличной дерматоглификой. Но, но, сразу нашлись умельцы, которые начали предсказывать личностные особенности, спортивные особенности и немножечко судьбы по завитушкам и расстояниям вот на пальцах руки. Да, и я тебя сейчас прерву, и все было бы ничего, ну, с оговорками, естественно. Если бы эти люди не брали довольно большие деньги за свои услуги, а именно 2,5 тысячи рублей за 3 страницы А4, это не шутка. При этом отчеты абсолютно ненаучные, научных подтверждений в этом нету, при этом это так прикрывается, особенно в названии Genetic Test. Ну и, соответственно… Значит, что в такой ситуации, если вы организатор научно-популярного мероприятия, что в этой ситуации можно сделать? На счастье, у нас на площадке тогда был Саша Панчин, Саша, привет, и, собственно, Виталик. Они пошли к дерматоглифам и стояли довольно долгое время, Саша до своей лекции, после Виталик, тогда, когда, в общем-то, он тоже мог. И стояли и объясняли людям, которые туда подходили, что, ребята, это все лажа, это так просто не работает. В итоге какое-то количество людей действительно развернулись и ушли. Более того, ты, по-моему, записал видео, насколько я помню. Мое выступление там посмотрело тысячи человек, а видео Саши Панчина я сегодня проверял. Почти 40 тысяч человек посмотрели о том, как, значит, дерматоглифы… О том, что дерматоглифика – это все ерунда абсолютно. То есть, по сути, получился обратный эффект. Вместо того, чтобы там заманить… Ну, у них проходимость, наверное, было человек 50-80 в день. Я думаю, что больше. А в итоге 40 тысяч человек узнали о такой компании, поняли, что это абсолютный бред, но есть одно маленькое «но». То есть, это как бы борьба с мифами. Если вы впишете дерматоглифика, то вы увидите где-то на 5-6 строчке, что, соответственно, рано не одобряет эту всю ерунду. Всего лишь на 5-6. Если вы напишите «genetic test», вы не найдете видео, где Саша это все дело критикует. Надо поменять название этого видео, как биолог Александр Панчин объясняет, что дерматоглифика «genetic test» является мошенничеством, чтобы действительно был еще мощнее, соответственно, эффект. Но это еще один камень благорода гиг-пикника, что мошенники попали на фестиваль. И были по этому поводу претензии. У нас осталось не очень много времени, поэтому мы, наверное, перейдем к скандальной, суперскандальной истории Петербурга. О, да. Ты прискушаешь? Хорошо. Сейчас будет сложно. Да. А потом, если останется время, мне, в общем, тоже есть что рассказать про московский гиг-пикник, потому что вещей, которые не попали в новости, но они очень цены, как наши выводы организаторские для вас. Я думаю, их много. Да, есть вопрос. Передайте, пожалуйста, на микрофон по центру. Это вопрос. Я сейчас буду рассказывать про докинза. У меня небольшой вопрос. Вот для большинства организаторов организовать такое мероприятие, как гиг-пикник, это просто верх предел мечтаний. И хотелось бы узнать именно об этом. Какие ресурсы нужны и в каком количестве, чтобы организовать подобное мероприятие, как гиг-пикник? Вы имеете в виду конкретную зону, вы имеете в виду весь фестиваль и ресурсы какого-то характера? Нет, я имею в виду все мероприятие. Все мероприятие. То есть для этого нужен спонсор о легах миллиардер или это просто достаточно иметь энергию? Расскажите детали какие-то. Смотрите, во-первых, я сразу оговариваюсь, что я хорошо знаю про организацию нескольких зон и взаимодействие между ними. То есть у нас и у меня, у Виталика, ограниченное количество информации. Но действительно нужны финансовые вложения довольно серьезные. В этом году спонсор был Касперский. Да, соответственно, нужны миллионы долларов. Нет, это не миллионы долларов, это просто миллионы. И да, необходим спонсор. Если так кратко, либо если у вас есть… Одно другому не мешает. Одно другому действительно не мешает. Ну то есть в этом году, насколько я понимаю, не было гарантии того, что оно окупится, поэтому появился один крупный спонсор. До этого, насколько я помню, вот такого крупного спонсора, который бы делал ребрендинг, потому что этот гиг-пикник называется гиг-пикник Касперского. Давайте мы про это чуточку потом. Это вопросы к продюсеру. Мы вот не имеем уровень доступа, чтобы про это объяснять. То есть вы не знаете, там миллион или десять или сто миллионов. Нет, и цифры мы не можем говорить по правилам конституциальности, просто мы не в курсе, если что. Даже если я обзнал, мы не знаем. Не сказал бы. Итак, мне говорят, что подсказалось две минуты про Докинза. У вас вопрос про Докинза? Или, может, я расскажу про Докинза? Давайте про Докинза лучше, это важнее сейчас. Кто не в курсе истории про Докинза, поднимите руки. Она разрулилась в итоге? Разрулилась, разрулилась. Ладно, рассказываю коротко. Скандал появился следующим образом. На фейсбуке одна девушка написала следующее, что я обедала недавно, две недели назад, с Ричардом Докинзом. Он сказал, что российская организация Geek Picnic не выплатила ему гонорар, назвав точную сумму. Ну, не совсем точную, а приблизительно. 20 тысяч долларов она написала, в данном случае я могу. Написала, что значит не оплатила ему билеты и сказала, что вообще ты сам Geek Picnic все дело организовал. И там были, соответственно, организаторы Geek Picnic, и он снимался для какого-то телевидения. Поэтому они не выплатили. Потому что, и это внимание вам, как для организаторов, я надеюсь, что мы будем в будущем привозить других международных лекторов. Есть пункт в договоре, который звучит следующим образом. В разных формулировках по смыслу передаю. Что приглашенный спикер не имеет права выступать на других мероприятиях в течение недели после выступления на приглашенном. Поняли смысл в чем? Они оплачивают гонорар, привозят Докинз. Это баснословную сумму денег стоит. И кто-то может воспользоваться ситуацией для того, чтобы за бесплатно, грубо говоря, пригласить его на свое мероприятие. Понятно? Понятный замысел? Вот этот человек, который этим воспользовался, был я. Значит, поясню, что имеется в виду. Ричард Докинз был в России не на два дня. Он был здесь на неделю. Соответственно, я об этом знал. И после его выступления мы его позвали встретиться с теми людьми, кто участвовал в Санкт-Петербургском организации гиг-пикника. Там общество скептиков, антропогенез, ИЦАЕ, Федерация космонавтики и так далее и тому подобное. В том числе друзей-зануды. Для того, чтобы встретиться на такой фан-встречу. Это у нас проходило в нашем ресторане интеллектуального кластера Игры Разума. За это никто деньги не брал. Мы просто хотели с ним поболтать, увидеться. И он, соответственно, на это согласился. Еще у него был ужин с Невзоровым. Но это сейчас мы будем откладывать. Что произошло дальше? Дальше, соответственно, появилась публикация на 22 веке отчет об этой встрече. Что вот там Александр Соколов написал, что я вот видел, соответственно, с Докинзом. Немножко пересказал вот этот вот ужин. Мы тоже опубликовали, соответственно, запись у нас есть в этой вот беседе. Это был просто такой диалог, грубо говоря. Вопросы задавали, он прикольно отвечал. Было очень здорово. Опубликовали у себя на сайте. И какое-то дико стремное СМИ, дико стремное сайт у них просто 98-го года. Нет, не спутники погром. Сделали рерайт этого. Сказали. И выбрали какой-то момент, где Докинз говорит что-то про Милонова. Виталий Милонов, это депутат, очень стремный законодательное собрание. Значит, это попало на глаза... Он же Госдумы? Господи. Ага. Завершая. Значит, это попало на глаза генеральному, который понял, что вообще-то контракт наружен. Он же не имеет права выступать по договору. И эту выплату не сделали сразу. Но по факту следующее. Ни один приличный спикер не выступает без аванса. Аванс был выплачен. Все самолеты были закрыты. И Докинз не для телеканала выступал, он выступил как раз-таки для нас. Поэтому вот этот вот фейсбушный пост у нас называется ОБС. Одна баба сказала. При всем уважении к женщинам. Ну, это просто устойчивое выражение. ОБС. Это все подхватило Пархоменко, потом Ася Казанцева, и развернулся новый скандал. По смешным обстоятельствам, как раз-таки в этот же день мне звонили и говорили, что все, вопрос закрыт, все будет нормально, Докинзу все выплачивают. Но чуточку вечером появилась эта скандальная новость, и это все засветилось на Медузе. И здесь нужно говорить важный момент, что в случае закрытой встречи, на которую нет открытого доступа, она не является публичным выступлением. То есть с заказанной точки зрения это не публичное выступление, это просто встреча, это кофебрек, все что угодно. Поэтому в данном случае здесь не было действительно нарушения контракта. Ну, короче, тут бы... Это все бы трактовали юристы, если бы это все дошло до суда. Ну, в общем, это такая некоторая подстава, о которой нужно, наверное, помнить, когда, ну, надеюсь, приедет сюда там Тайсон когда-нибудь. Когда вы привезете тоже кого-нибудь с очень хорошего. Что есть некоторые моменты. На этом, насколько я понимаю, в скомканном варианте время закончено. Да, действительно, можно продолжить в неформальной обстановке задавать вопросы и узнавать детали и подробности. Еще истории. Мы на этом завершаем наше первое выступление. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...